Актрисы в роли актрис, театр на сцене театра. Судьбы, надежды и прошлое немолодых женщин. Мечтали посвятить себя искусству, а играть приходилось в массовке. Об этом спектакль всеобъемлюща, самый необычный в классическом репертуаре Одинцовского народного театра. Нам всегда хотелось поработать с современной драматургией, и вот нашелся режиссер, который взял на себя этот труд. Режиссер постановки Олеся Образумова. Спектакль играют по одноименной пьесе современника Николая Каледы. Это история про театр, дружбу, про несбыточные мечты, а также про то, что всегда можно начать жизнь с чистого листа. Для зрителей спектакль должен быть поучительным. Во-первых, они могут посмеяться. Во-вторых, они могут заглянуть в свою душу, задуматься о том, как они прожили эту жизнь. Работу над постановкой коллектив начал еще до коронавируса. Наступившая пандемия, казалось бы, разрушила все творческие планы, но на самом деле только посодействовала им. Мы были вынуждены вчитываться, вдумываться и не пробовать ничего ногами, а вот именно пожить с этим материалом. Как только обстоятельства позволили встретиться вновь, все быстро погрузились в работу. Поставили пьесу всего за несколько месяцев. Для актеров период подготовки стал временем переосмысления. Во время этого спектакля вскрывались очень многие наши внутренние переживания, наши внутренне человеческие истории. Для Светланы Лапшиной выступать в спектакле в роли актрисы, а не режиссера, было мечтой. Театр и сцена для нее не просто большая часть жизни, а способ реализовать свои таланты. Поиграть мне всегда хотелось. Да и нужно режиссеру поиграть. Вы знаете, это тот опыт, который, в общем-то, как-то его ставят на место актера и не дает ему забыть вообще, что актер испытывает на площадке. Премьера спектакля состоялась в марте прошлого года и очень символично. Не только в профессиональный праздник, но и накануне юбилея театра. За это время пьес сыграно немало, но каждый выход на сцену, хоть и в привычных декорациях, для актеров как первый. Вот, видишь, моей фотографии здесь нет. Уже сняли, уже выкинули, уже похоронили. К слову о декорациях. Их на сцене немного. Такова была задумка – исключить лишние детали. Поэтому каждая из имеющихся играет важную роль. А какую – зритель должен понять сам. Самые внимательные заметят необычное фойе. Для нас это было очень важно – сделать не фойе портретов красивых актеров, которые всегда стоят такие с пальчиками красивые, все такие светящиеся, счастливые, а именно сделать их в виде теней. Сезон только стартовал, но планов у театра уже немало. Коллектив будет продолжать радовать зрителей спектаклем всеобъемлющим, а к декабрю готовят премьеру. Постановку по мотивам рассказов Шукшина.